Ну что, надо мед нам открывать этого года. В этом году впервые мы будем его кушать. А мед приготовлен в прошлом году, в мае. Так, зоначка мед. Значит, давайте чаю. Чай, кстати, у нас не просто чай, а с листочками смородины, с корочками апельсинов. Он очень бушистый и целебный. Так, начинаем. Ой, я, наверное, первая буду пробовать, потому что кто готовил, тот и будет пробовать. Ой, мед, это что-то. Он стройкой такой льется. Такой, как будто только накачанный. Только из ульев, кажется. Целебный, очень красивый, вкусный. Приятного вам аппетита тоже. Не пожалеете. За окном зима, морозит еще. А мы уже думаем о весне. И думаем о месяце мая, когда у нас начнется массовое цветение и сбор цветочков, одуванчиков. Как вы думаете, для чего это? Да потому что мы уже более 30 лет варим из одуванчиков, одуванчиковый мед. Очень многим мы давали наш рецепт, который взяли 30 с лишним лет назад из газеты «Неделя». Вот такой вот у меня осталось пожелтевший листочек с рецептом. Многим мы даем этот рецепт и многие варят по этой технологии для себя одуванчиковый мед. Ну, что он из себя представляет? Одуванчиковый мед, ну, буквально напоминает настоящий мед. Он очень полезен, очень красив и вкусен, потому что он целебный, помогает пищеварению, улучшает работу сердца, помогает успокоиться. Да, он просто очень вкусный. Как же его готовить? Готовить его нужно обязательно выдержать технологии и правильную рецептуру. Я слышала, что многие готовят собственный мед, но это абсолютно другое, абсолютно другой рецепт и наверняка другой мед. Я вам сегодня расскажу, как мы делаем по рецепту газеты «Неделя», еще вышедшим, выходившим в Советском Союзе, и как мы этим довольны. Кстати, вот перед вами баночка меда, которую мы подготовили, приготовлены в прошлом году. Но мы покупали настоящий мед, который съели, и мои домашние просят, ну, где же наш одуванчиковый мед? Ну, пора его открывать. Да, пора нам его открывать, кушать и гостей угощать, ну, и рассказывать об этом вам. Как же все-таки его приготовить? Записывайте рецептуру меда. Необходимо собрать, кстати, собирать его надо с 9 до обеда, только головки распустившиеся, желтенькие. Вот я только могу в открыточке показать вам одуванчики. Собирать его надо с 9 до 12, я подчеркиваю, и обязательно в солнечную ясную погоду. А в дождливые одуванчики ведь закрываются. Надо нам собрать с вами одну тысячу вот таких цветочков. Не пугайтесь. Это потребуется для этого всего 20 минут вашего времени. Собирайте одуванчики. Заодно срывайте 20-30 листочков, вишневых листочков вам потребуется. Если у вас мята на даче и в огороде есть, листочки мяты берете любой, пустырник вам потребуется, полстакана сухого, 2-3 средних лимончика, литр воды и 2 килограмма сахарного песка. Так, берем эмалированную кастрюлю, ну, литров так на 5, на 4, на 5 литров, помещаем туда одуванчики, переберите их, конечно, не надо их мыть, чтобы не было там лишней травы, каких-то неприятных вещей, и всыпаете все туда, траву вашу собранную, на терочке протрите лимончики, а вот пустырник помещать сюда не нужно, мы его оставим на самый конец. Да, я забыла, еще нужно вам чайную ложечку лимонной кислоты заготовить обязательно, потом скажу, зачем это. Вот мы заливаем вот эту всю приготовленную зеленую смесь крутым кипятком, одним литром, и ставим на медленный огонечек, на газовую или электрическую плиту, доводим до кипения и варим 15 минут. 15 минут при закрытой крышке, затем убираем, охлаждаем и оставляем ровно на сутки настаиваться. Закончились сутки, открывайте крышечку, и все, что у вас там настоялось, вы обязательно должны помять, ну, деревянный такой, что мнете вы, картошку, пюре делаете, обязательно тщательно измельчить, тщательно, потом взять через марлечку, отжать вот это все, что вы измельчили, отожмете, и у вас получится такой настой зеленоватой жидкости. Это и будет основой для нашего меда. Берете 2 килограмма песка, заливаете этой смесью, и ставите варить наш мед, как обычно вы варите варенье. Варить надо будет, ну, ну, не менее двух часов, не отходя, кстати, от плиты, потому что при сильном огне у вас мед может вообще убежать. Надо обязательно следить. За 10 минут до конца варки вы вольете в ваше варенье, так называемое, или мед, один стакан настоянного пустырника. Пустырник. Вот кто не знает, это вот такая вот трава, пустырник. Сердечная трава. Сердечная. От сердечной. Да, часто и в аптеках продают настойка пустырника. Вот это от сердца и успокаивающая трава. Вы настоите, конечно, заранее вы приготовите пустырник, заварите его на один стакан, и процедив, вольете наш будущий мед. Где-то минут за 5-10 вы поместите в наш мед и лимонную кислоту. Вы заметите, что уже ваше блюдо изменяет окраску, оно потемнело как бы, загустеет немножечко, и как почувствуете, что уже все, пришла готовность, надо будет распределить или определить в баночке, заранее простерилизованное, горячим. Вы разливаете горячим наш приготовленный мед. И, как обычно, вы закрываете крышечками, так же и вы закройте крышечками. Вот вид у меня имеется здесь. Вот так вот вы закройте. И уже год простоял наш мед, он не засахаривается. Такое свойство у него. Он не засахаривается. Я думаю, у вас все получится, как получается и у меня. С практикой придет ваш опыт, и вы сами будете делиться таким рецептом с ближними людьми. А теперь я хочу, чтобы мы вообще с Ларисой попили чайку, разлили мед. Чашечки я приготовила. Музыка. Музыка. Музыка.